Это прям вообще, да, наверное? Вон да. Дэрбайк. Красавец какой. Вот парни гоняли. Здесь вот стоит этот кроссовый мотоцикл и там мотик Сузуки стоит еще. Дэрбайк. Дэрбайк. Всем привет. Одно из первых видео в США. Магазинчики. Не помню, как называется. Вот кресло. Оно качается. Очень мягко. Стоит всего 400 долларов США. Вот. Ну, очень комфортно. Очень мягко. Я просто сел такой. Все круто. Куча сладостей. И основное отличие от США от, не знаю, от тех странок, где я был, что ты сюда приезжаешь, только ты даже ничего не имеешь, то ты уже чувствуешь себя человеком, потому что те цены, которые ты здесь видишь, они доступны для тебя. Не важно, сколько ты зарабатываешь. Хоть самый минимум, который здесь новый. И это очень радует. И дает тебе понимание того, что ты не будешь здесь бежать за какими-то мифическими вещами, которые стандартными, обычными. То есть купить еды там, еще что-то там, одежды и так далее. Зачем у нас люди будут в России и только об этом думать. Здесь же можно думать о более высоких вещах. Вот Америка. Так выглядит Америка. Big Lost магазин, кстати, называется, который вот только что был. В общем, вот так вот. Тут рядышком тоже салон Kia. Это какая-то Kia Stinger GT. Интересно. Первый раз вижу такой Kia вообще. Спорткарчик такой, седан. Припольная машинка. Ну, Kia. Там Nissan еще. Посмотрим еще, что за машины здесь есть. Новые. Это новые салоны Kia CEN. Расскажу вам. Stinger. Мне сказали. Это спорткар от Kia, короче. В первый раз. Видели такую тачку? Смотрите. Огонь. Вообще. Как вам? Напишите в комментах. Stinger. Это вот здесь такой U-Hall. Можно все что угодно арендовать для переездов. Достаточно идешь. Достаточно дешево все. Вообще все здесь дешево, короче. Тачки дешевые, все дешевые. Относительно тех зарплат и тех возможностей кредитов, которые они здесь дают и под минимальные проценты. Если ты работаешь здесь, не бухаешь там и вообще не транжируешь деньги, а просто живешь нормальной жизнью, ты здесь можешь себе все получить. Все. Реально. Слушай, что хочешь. Да еще если ты там инвестируешь по 10-15 процентов своих доходов, то через 10 лет ты станешь миллионером. Вот тут гуляю по спартакамбруке и бординг спиннинг, по Саверной Каролине. Здесь лесок такой. с него свежестью несет маленький городок такой деревенского типа может подсказать как маленький относительно что-то вроде ревды наверно ну конечно все да он старый есть старые тротуары там есть много слонов и дороги все чистенько аккуратненько даже если старая он там старый асфальт ну что как-то все круто как доказательства что спатенбург это конечно жесткая деревня на 1 старые эти пешеходные дорожки а вторых вон там вот их уже нет через дорогу перейти и все и нет пешеходных дорожек кстати лодки продают лодочки тоже дешевые можно взять вообще кстати тепло 91 по фаренгейту это где-то 35 по цельсию хорошая погодка прекрасная не пришлось перейти на другую сторону что там нет тротуара мало ли тут возникать будет классно гулять идешь-идешь заканчивается тротуар начинается лесок но все этом все аккуратненько все подстрижено все блин круто сейчас прошел мост на этом мосту вообще нет пешеходной дорожки в общем иду я сейчас по такому вот тротуару второго нет заправка спинкс галлон бензина 95 получается у нас подождет второго нету стоит 2,27 ну сами считайте что в галлоне где-то 4 литра вот а там уже на свою валюту переводить но если так сложно перевести то я могу посчитать вам что до 65 то есть 2 27 это получается 130 и где-то в общем 160 рублей 4 литра бензина то есть один литр выходит 40 40 рублей ну так же как в России по моему да причем что здесь минимальная зарплата 2000 долларов на машину можно купить за 300 баксов а в кредит взять любую тачку под один процент полтора там годовых ну два с начальными взносами там я не знаю пару процентов от машины короче это Америка друзья я иду сейчас оформлял наконец-то сделали банковскую карту и неделю уже в штатах банковская карта была сделана через неделю потому что первые дни когда я ездил пробовал мне ее не открывали потому что говорили что у меня нет карточки social security у меня был только номер им нужно было карточки вот где-то сказали нужно два документа а Марине с детьми мы отформили в social security во второй день когда приехали и им прислали у меня просто он был раньше потерялся мне новую карточку не захотели присылать просто номер сказали им прислали и мы с Мариной пошли в первый банк в Валсфарго который ближайший был и там нам открыли счет и ей открыли и мне открыли не знаю может уже доверие вызвали что у нее уже есть все в штатах а у меня потребовали просто банковскую карту хотя мы были в Валсфарго и меня открывали то есть видите дело случая получается я просто много где читал что открывают и так и так кому то не открывают видите у меня даже в одном и том же банке в один день открыли в другой день не открыли то есть наоборот сейчас послушаю слышно меня вообще нет ну вроде слышно а потом мы заехали так что у нас есть сейчас счет в банке Валсфарго американском а потом мы заехали еще в медикэр это медицинская помощь для всех это такая специальная такой специальный код где разных слоев населения обслужив бесплатно вот тоже принесли документы заполнили анкету и нам в принципе все открыли тоже нужен паспорт и номер social security даже если вам еще не выдали social security но вы пишете что вы подали на него то вам тоже выдают все равно так что не парьтесь вы получаете медицинскую помощь сразу же в поддержку экстренную и даже если у вас случился какой-то эксцидент у нас случился пришлось вызвать emergency скорую помощь нам сказали что придите с этим документом туда с этой поддержкой и вам должны все закрыть вот так еще дали там номера специальных организаций которые помогают с проблемами со здоровьем тоже закрывают все счета ну и лечат бесплатно вот такие новости вот и местный макдональдс проходишь запах прям вообще очень вкусно чешбургер стоит доллар милл минимальный стоит 3 доллара и цеха там это все в деревне грубо говоря это деревня вообще вот нет тротуара даже видите деревне самое насажение вафлхаус смотрите хотите покушать пожалуйста там вот какой то big mall строится еще один большой магазин вот так вот вот так вот Продолжение следует...